добрый день всем здравствуйте сегодня мы продолжим наши интерактивные экскурсии будем рассказывать о другой группе рептилий не не змеях а четвероногих а ящерицах и еще более высокоразвитых рептилиях крокодиловых который обитает северском зоопарке и начнем мы нашу сегодняшнюю экскурсию наверно самых страшненьких на внешний вид ящериц это зеленая или обыкновенные игуаны на самом деле несмотря на такое устрашающий внешний вид одни из самых мирных рептилий нашей коллекции поскольку они как вы видите абсолютно растительноядные не хищные не едят даже насекомок детеныши питаются насекомые взрослые нет то есть растительной пищей преимущественно содержащие высокое количество белка но как вы можете увидеть корм у них очень мелко порезан почему потому что зубы у игуан листовидные очень острые но не предназначены для пережевывания пищи совершенно то есть им надо либо кусочки откусывать время от листьев до либо потреблять уже небольшие такие порции например моркови чтобы не подавиться если мы посмотрим строение его на все это южноамериканский вид очень широко распространено не только в природе но и в коллекциях поскольку легко содержится в неволе во-первых они не у них нет никакого проблем с питанием как видите саша начинает опять на скомментировать во-вторых внешний вид на них очень устрашающий это гребни вот самец яша и самка я волна здесь лет у самца еще и под горлом такой мешок этим этот мешок служит двумя целями во первых он устрашает другого самца например в брачный период во вторых жару он служит для терморегуляции то есть он раздувается и лишнее тепло отдается это ящерицы ведут как наземный так и древесный образ жизни поэтому вольерах обязательно должны быть деревья которым они могут спокойно лазить в природе они часто сидят на этих деревьях и при опасности спрыгивают в воду наш такой бассейн и легко уплывают соник хорошо плавают либо в крайнем случае они могут конечно поцарапать своими когтями потому что они приспособлены к перемещению по вертикальным поверхностям когти очень прочные очень острые вообще зеленые игуаны название не самое правильное потому что бывают оттенки и серого и оливкового цвета а в брачный период у самца появляются еще оранжевые полоски на шее на горловом мешке интересна особенностью этих ящериц что у них есть так называемый третий глаз если он сейчас посмотрим сверху например я вам ближе к нам сидит вот мне на теле и такое светленькое пятнышко на теме не покрытое полупрозрачной чешуйкой позади глаз видно его да на макушке лиги для чего он служит конечно же не для предсказания каких-то там вещей не для связи с космосом как некоторые любят лишь листики говорить а всего лишь для синхронизации суточных ритмов то есть этот глаз ничего не видит конечно же но он воспринимает солнечный свет вообще это и этих ящериц одержат давным-давно в неволе и даже снимали фильмах раньше когда спецэффекты были слабо развиты снимали фильмы о динозаврах как раз делали картонные макеты городов когда снимали фильмы когда разрушает города динозавра и запускали этих ящериц и даже когда археологи палеонтологи нашли крупные зубы очень похожие на игуаньи ископаемые то назвали этого динозавра игуанодон то есть с подобными как у игуаны зубами динозавр хотя конечно никакие не родственники были и гуанодона также питались растительной пищей судя по всему построению зубов это несмотря на то что они питаются растительной пищей очень высоко интеллектуально ящерицы узнают хозяев или тех сотрудников которые за ними ухаживают да яша я бы у нас неоднократно участвовал в конкурсе краса зоопарка но к сожалению не побеждала сколько им лет вот в природе эти ящерицы живут обычно до восьми лет неволе гораздо больше так например я же больше десяти лет явы больше восьми то есть они даже природный возраст свой только обычно проводируют 10 превысили на как видите никаких признаков старости у них все пока нету счастливы своем террариуме саша как всегда всем передает привет и вообще в южной америке их разводят на фермах потому что потребляют мясо и в пищу очень большой экспорт который идет ящериц из южной америки на самом деле не из природы как многие думают а как асферма и то есть что вроде сельхоз таких предприятий ну что же давайте понемножку переместимся с другим нашим питомцам сейчас мы познакомимся самыми мелкими ящерицами нашего зоопарка это никто иные как эти посмотрят нас гекконы пустынные научное название у них пятнистый эублефар или леопардовый геккон назван понятно понятно почему потому что пятнышки у него очень напоминают куда ты бежишь в воде более спокойно возьмем потому что пятнышки у них напоминают пятна леопарда отличительной особенностью у нее такой вот очень толстый хвост леопардовый гекконов почему потому что хвосты они в отличие от многих других ящериц не отбрасывают у них они служат для других целей а именно для откладывания жира запас как у верблюда в горбах то есть толщина хвоста показывает благополучие служит индикатором благополучия этих животных толстый совсем в отличие от змеи можно посмотреть что у ящериц веки подвижные то есть они могут мигать если мы заглянем в ухо ну что-то наверно ухо не получится интересная особенностью да что насквозь просвечивает из них наружных ушных раковин нету не получается получается ладно ушки маленькие эти животные обитают в пустынях ирана афганистана северо-западной индии покровительственная накраска у них это природные морфа их уже давно разводят в неволе и поэтому вы вывели огромное количество если не пород то морф скажем и красных даже так замечание нам пришло как это не отбрасывать еще как отбрасывать ну конечно если сильно дернуть за хвост там или какую-то часть тела любой отвалится но у этих ящериц вот не для этих создан так добрый день мы были в турции и видели там ящерицу на дракончика похоже было ну сложное зоологическое описание дракончика похоже я через огромное количество видов один из самых преобладающих до групп рептилии поэтому к сожалению без фотографии или подробного описания мы сказать не можем что это угли фары у нас размножаются нашем зоопарке причем являются долгожителями самец у нас один прожил больше двадцати восьми лет это очень большой рекорд для ящериц обычно пишется для угли паров 20 лет сколько у них зубов на вопрос что был когда мы были у игуан возможно это у них несколько десятков зубов сколько точно нет не вспомню конечно но зубы у них всех однотипные то есть они что у растительно ядных что у насекомоядных ящериц они не предназначены для того чтобы пережевывать пищу как у млекопитающих например да или клыков у них нет они все однотипные нет друзья они не живут в этой коробке это коробку мы принесли чтобы вам показать не волнуйтесь действительно столе она стоит это вот для показа коробочка чем питаются гекконы эти гекконы питаются животной пищей прежде всего конечно же насекомыми первую очередь специально выращенным конечно мы не ловим там тараканов подвалом специально выращиваем как мы смотрели на прошлых экскурсиях мраморных тараканов например конечно лет еще раз вопрос задает самец который у нас сожалению уже от старости умер прожил 28 лет этим самкам больше десяти лет друзья вроде на все вопросы ответили сейчас проверим зубы ответили пропитание ответили как я уже говорил множество морфы виден и и черные и желтые и оранжевые сократки пятнистые альбиносы и довольно неприхотливый вид его кстати рекомендует начинающим террариумистом как первый объект для содержания но если мы продолжим про ящериц то в соседнем террариуме содержатся большие ярозавры африканские ящерицы на самом деле некоторые журналисты недобросовестные писали что зоопарках содержатся родственники динозавров вот такой у них обед состоящий из тараканов и бананов самец как видно чуть крупнее самки с коричневыми яркими полосками на самом деле динозавр с которым спутали этого эту ящерицу симпатичную их назывался хирозауру эти ящерицы в отличие этого бульфаров более пугливые не так быстро приучаются вообще посмотрел в литературе сколько они живут написано было мало очень источников по содержанию этих интересных ящериц было написано максимум 12 лет нашему самцу в соседнем вольере сидит больше 12 лет то есть мы можем сказать долгожители даже вот даже больше тем не известно природе они кусали сотрудников ну во первых чтобы укусить представлять у них маленькие рты посмотрите это надо специально эту ящерицу взять открытие рот записать засунуть ей там палец в рот и потом заставить еще и сомкнуть челюсти поэтому сомнительный вопрос такой если заставить и конечно она может укусить самом деле они человека больше боятся стеснительные чешуя у них почему насекомые не разбегаются ну потому что ими произведены определенные манипуляции как понимаете если мы выпустим их просто так в террариум ящерицам будет сложно их поймать чешуи гирозавров прямоугольного такой формы немножко отличается от других ящериц есть даже такое предположение наверное и не нашел ему подтверждение других источниках что они в расщелинах скал прячутся от крупных ящиков и там как бы расклиниваются с помощью этих чешуй не знаю правда это или нет наблюдать не приходилось так же как и у блефары они не слишком много яиц откладывают при размножении то есть меньше десяти вот видите сначала съели белковую животную пищу в первую очередь а потом уже растительные сладкий десерт в виде кусочков бананов сараканы для них чуть вкуснее бананов конечно человек в первую очередь съедает мясо а потом уже овощи и фрукты это десерт когда они спят ночные или дневные животные это дневные животные да все животные нас только на правильном питании ну иначе бы они нас и не жили в принципе и музей все таки где все статичные живые животные трое растут и размножаются но и перейдем мы после так посмотрим давайте на долгожители нашего сначала и перейдем к самой крупной ящерицы нашего зоопарка низкому варану касается человек называет сухопутные крокодилы иногда хотя это неправильно они ящерицы но сколько делами действительно связаны тем что они могут съедать крокодили и яйца да наверно сверху удобнее во рту у него никакой не жало а просто раздвоенный язык хотя укус варана может быть может не нильского более крупного ядовитый почему потому что зубы он не чистит зубах могут скапливаться остатки пищи если он укусит вас до до крови скажем тогда природе то может быть просто занести инфекцию в ранку вообще слова варан арабского происхождения обозначало как раз именно нильского варана потом она уже перешло на другие родственные ему виды этот вид и чем еще интересен он конечно активно защищается как крупный хищник но если он понимает что он защититься не может он притворяется может притворяться мертвым а самцы во время брачного периода до сражаются не кусаются и не царапаются а просто борется так и мирные у них получается сражение друзья в онлайн-режиме мы будем точно пока самоизоляция и наши экскурсии не прекратятся а там уже дальше будем смотреть как это будет дальнейшем было ли у них потомство я так подозреваю это про прошлых до для пара было потомство получено гирозавра к нам не так давно поступили жил один советского пара это не так давно поступила поэтому потомство пока нету по длины про змей у нас уже был эфир наверное на той неделе до на прошлое да пока змеи оставили нильского варана нилыча в покое ему кстати 7 лет это уже такой хороший взрослый возраст что в литературе написано что они живут ну около 10 наверно в природе конечно же друзья не волнуйтесь это у него линька да это не кусочек шкурки остался то есть ящерицы линяют не как змеи целиком а частями ну и теперь переместимся наверное смей так в другой группе обзор на крокодиловым и первую очередь это крокодиловый кайман это совершенно не детеныш как может показаться это взрослая особь самка клеопатра который больше 14 лет прибыла на нас к нам со своей подругой из пермского террариума другое название этого вида очковый кайман потому что на глаза за глазами у него роговые наросты как очки у них несколько подвидов и размеры зависит от подвида наша клеопатра относится небольшим разновидностям родители также были меньше двух метров кайманы в отличие от ящериц пытаются большей частью рыбой сколько то водные животные и на брюхе у каймана это южноамериканский вид очень плот прочные костяные щитки это свойство сейчас успокоится немножко еще один зритель наших экскурсий саша немножко побуянул костяные щитки сыграли с кайманами полезное свойство поскольку из кожи такое очень сложно было делать изделие поэтому охотились на них ради ценной кожи в последнюю очередь в отличие от других видов поэтому он меньше других подвергался истреблению вообще эти животные могут даже немножко менять цвет но не как хамелеоны конечно но описаны случаи когда слишком прохладная погода они темнеют слегка за счет клеток специальных кожи после клеопатры мы перевестимся к самому крупному и самому пожилому обитателю нашего зоопарка к нивскому крокодиле фидоре саша не только в эфире требует себе внимание саша больше всех скучает переживает какая температура воды у каймановых крокодилов специально на них не подогревается фидоре принесли вкусняшку и мясо говядины к вопросу о том почему у нас не слишком глубокий бассейн часто задают посетители крокодил может выпрыгивать из воды на глубину бассейна поэтому представляете себе да если бы у нас был бассейн глубиной 2 метра то но вы выпрыгнуло до высоты роста сотрудника зубы у крокодила также не дифференцированы острые но они не могут переживать пищу их около 60 и в отличие человеку которых зубы меняются всего два раза за жизнь у крокодилов каждые два года происходит полная смена зубов одни зубы нарастают из других сейчас после кормления украине зубов посмотрите видно передними лапами цепляется на передних лапах у нее нет перепонки на задних лапах крокодила ильского хорошая перепонка для плавания предназначенная этот вид кстати символизирует во многом охрану и роль зоопарков поскольку свое время он был почти истреблен в африке а благодаря разведению в неволе перешел на зеленой странице красной книги то есть фактически перестал быть редким у древних египтян низкий крокодил олицетворял бога себе к такое животное такое божество с головой крокодила которая отвечала за разливы нила и то есть за благополучие всего государства поскольку во многом египетское государство зависело от плодородия сельхозкультур поэтому египтяне часто делали даже культ крокодила у них был не хранились мумии так что это человеческие храмах вот видно сейчас что перепонки на задних лапах передних пальцев перепонок нету что касается зубов сейчас покажем зубы вот они зубы внутри полые если не нарастают один на другого видно что они все одинаковые пережевывать не предназначены совершенно никак как просто для откусывания частей тела своих жертв поскольку крокодилы это хищные животные кормим мафидору не так часто как может показаться если игуаны у нас едят каждый день тонирский крокодил питается примерно раз в две недели вообще это нормальное физиологическое его поведение поскольку в африке когда происходит наверное многие видели миграции антилоп гнула много больше наушных популярных фильмов там она происходит раз в полгода примерно поэтому крокодилы могут спокойно обходиться без корма просто наедаются и долго переваривают вопрос они долго дышит я так понимаю вопрос под водой долго ли они могут дышать ну это конечно не рыбы наземные позвоночные все-таки первично поэтому несколько минут она может задержать дыхание вообще конечно чаще всего крокодилы не не полностью под водой сидят частично то есть у них на поверхности как раз и нырнула федора у них обычно торчат ноздри и глаза на поверхности поэтому находясь под водой она все равно продолжает чаще всего дышать атмосферным воздухом еще про зубы что можно сказать есть конечно наверное многие видели мультфильм про птичку тари которая прилетает и чистит крокодилу зубы на самом деле если мы посмотрим сейчас начались увеличим немножко зубы у него очень редко расположены в отличие от тех же людей да то есть чистить ее особо не нужно птичка тари это никто иной как один из видов куликов кирпушка которая обычно собирает насекомых с крокодила мух различных ловит ну может быть иногда если там какой-нибудь кусочек пищи на зубы будет у нас хватит но обычно она то есть она не чистит специально зубы крокодил специально не подставляет рот у нас гуси комментируют сейчас сколько лет фидоре фидоре это самый большой долгожитель нашего зоопарка и 32 года в этом году исполняется прибыла она к нам из частной коллекции совсем маленьким крокодильчиком и жила в ванне даже в маленькой детской кабинете заведующего акватерариума пока не показала свой нрав не загнала его на стол и пришлось ей построить вот такой террариум а вообще могу сказать что крокодилов любого размера крокодиловых то есть не только низкого крокодила даже вот того маленького каймана сейчас частным лицам держать по закону запрещено поскольку это все таки животные опасные хищные и не приручаются все те видеоролики которые показывают в странах юго-восточной азии на фермах это все таки животные могут находиться либо под воздействием каких-то веществ либо к сожалению их не очень гуманными методами приучают не нападать на человека если мы присмотримся кстати к этим всем дрессировщикам азиатским они все очень таких красивых в кавычках шрамах на руках и на ногах так далеко ли видят крокодилы и какой цвет глаз у них далеко ли видят сложный вопрос наверно таких опытов специально никто не проводил конечно же у них зрение не цветное как у птиц или приматов а черно-белое но по крайней мере крокодил очень хорошо даже находясь под водой замечает движение на берегу то есть хватает добычу подошедших например копытных которые подошли попить воды или других животных зрение у него довольно хорошее поскольку он хищная да и прекрасно он видит в темноте поскольку крокодилы некоторые забираются такие в норы в африке чтобы пережить например засуху и там сидят в полной темноте прекрасно все видят сколько в длину Федора специально мы ее как видите измерить не можем потому что все таки хищник такой крупный чтобы ее измерить надо представлять ее зафиксировать а чтобы зафиксировать надо либо силой схватить да либо какие-то транквизаторы использовать поэтому мы такие вещи не делаем но больше двух метров точно она достигает сейчас вообще они растут очень быстро только в первые годы жизни то есть там по 20-25 сантиметров в год а потом уже рост замедляется и не растут как в длину так и даже в толщину самый большой нильский крокодил известный на человеческой памяти был 7 метров длиной а в Мадагаскаре были найдены ископаемые остатки нильского крокодила когда они там тоже водились длиной 10 метров то есть это один из самых крупных крокодилов выступающий в размерах только грибнистому еще какие-нибудь вопросы может быть появились друзья давайте а узнает ли работников зоопарка Федора ну да конечно же вот сейчас подходил кормил завзов зав акватерариум акватерариумом отделом Ивасенко Сергей Владимирович вот она его в принципе узнаешь правда ли что пол крокодила определяется по температуре да то есть по моему если я сейчас не ошибаюсь чуть большая температура вылупляются из яиц самцы чуть меньше там 20-28 градусов самки такое же свойство есть у черепах да куда температура определяет пол и вообще наша Федора как мы узнали что она Федора непонятно было да Феде он или Федора потому что она начала нести яйца даже в неволе даже без самца она несет яйца примерно как курица да только яйца у нее не совсем птичьего формата но об этом мы расскажем в другой нашей экскурсии посвященной Сколько детенышей бывает? У крокодилов несколько десятков яиц откладывается делает она специальное гнездо из гниющих листьев и тоже еще одна легенда что якобы крокодилы съедают своих детенышей на самом деле это тоже сказка вернее неправильное наблюдение поскольку когда детеныши она охраняет гнездо от других животных например от тех же нивских варанов или от обезьян которые могут разорить да когда детеныши начинают вылупляться они издают звуки самка приходит помещает их в пасть и переносит в более безопасное место также некоторые виды даже на спине и на голове детенышей перевозят Друзья задавайте последний вопрос и мы будем завершать эфир вопрос вы трогали Федору? Нет я лично Федора не трогал я думаю таких смельчаков в зоопарке мне руки нужнее не найдется тем более чем опасны такие такие животные крупные хищные как рептилии потому что вот они лежат без движения например как про медведя мы говорили у медведя непонятные эмоции а у крокодил кажется он лежит он бревном некоторые даже говорят что вот чучело положили в воду пока она вот замерла пока она лежит но когда она захочет схватить например какую-нибудь добычу очень быстро у нее реакция появляется не зря же она даже антилоп хватает и затаскивает под воду сколько живут крокодилы крокодилы живут несколько десятков лет ну по разным данным там от 70 до 100 с лишним лет специально их так не метили но в зоопарках несколько десятков лет которые точно известный возраст да агрессивны ли крокодилы в зоопарках ну это сложный вопрос мы же с ними не с ними не контактим как например с попугаями или с другими животными раз то есть напрямую не имеем контакта во вторых ну что значит агрессивный любой хищник он может укусить да то есть если вы будете предлагать ему мясо с руки а не щипцов металлических то конечно же получите очень хороший укус а так в целом она не тратит свое время на агрессию а большей частью лежит спокойно либо в водоеме либо на берегу как все рептилии не слишком активная вне периода размножения вне периода кормления как вот сейчас например да Федя крокодилы умеют выражать эмоции ну внешне конечно же нет у них нет никаких мышц мимических да но крокодилы они из немногих рептилий которые издают звуки то есть они могут и рычать да когда там самцы например сражаются то есть вот если если мы считаем что звуки отражают эмоции то да а если внешние какие то признаки то нет еще раз покажем вам красавицу Федору ну что друзья вам всего хорошего до свидания а пока оставайтесь дома да и берегите себя и своих родных всем спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...